Всем привет! Продолжаем смотреть картины художников. Сегодня я хочу вас познакомить с художником Фредериком Сулакруа. Итальянский художник родился в 1858 году в Риме в семье художника Шарля Жозефа Фредерико Сулакруа. Достойный продолжатель дела своего отца. Манера исполнения, стиль у отца и сына очень схожи. Они писали жанровые сцены и жизни высшего общества. Сюжет всех произведений легкий флирт между мужчиной и женщиной. Картины художников пользовались огромной популярностью среди аристократов Франции, Италии и других стран Европы. Эти данные я беру из Викиберия переводной. Богатые бездельники, мечтающие украсить свой салон картинами Сулакруа, приезжали даже из Амирии. До весны 1863 года жил в Риме. Затем в Болоне-Сюрмере, где его отец Шар расписывал фресками кафедральный собор. Оттуда переехал в Париж. А в 1870 году вернулся в Италию, в Флоренцию, где в возрасте 15 лет поступил в Академию изящных искусств. А вскоре и в школу изящной живописи Скола Депитура. Прошу прощения за мой итальянский. Во Флоренции молодой художник познакомился со своей будущей женой. И в 1890 году обвенчался с ней в церкви. Звали ее Джулия Фернанде Блан. Они жили на площади Донателло в очаровательном домике с садом. Джулия родила Фредерику трех мальчиков. Оливия, Георгия, Гавриила и девочку Амелию. Которая впоследствии вышла замуж за племянника Папы Пия седьмого князя Урбана Хермонте. Фредерик Сулакруа достиг совершенства в изображении женской одежды. На картинах специалист легко сможет отличить шелк, атлас или батист. Дождик точно передавал в разложении лиц самые тонкие нюансы и эмоции людей. Действия на картинах всегда происходят в богатых убородных интерьерах аристократических салонов. Писал картины, которые органично вписывались в интерьер богатого дома конца 19 века. И поэтому хорошо продавались. Ну вот собственно говоря и все, что я смог найти о Фредерике Сулакруа. Умер он в 1933 году в Чизене, Италия. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Смотрим картины. Сегодня мы познакомились с творчеством Фредерико Сулакруа, итальянский художник. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok